Ну чё, тема довольно обширная и очень интересная. Ща всё раскидаю как надо. Во-первых, надо вспомнить, что основу временного правительства составила партия конституционных демократов, представлявшая интересы либеральной буржуазии. Их поддержали либеральные ветви меньшевиков и эсеров. Буржуазия как победитель требовала от своего правительства соответствующих лавров. Необложение налогом военные прибыли, свободы эмиссии, эмиссия с французского выпуска чего-либо чаще всего потребляется к деньгам. Ещё неограниченного права приобретения недвижимости, облегчение порядка получения иностранной валюты ещё. Расстройство экономики подобными действиями было столь велико, что к сентябрю 17-го года реальные доходы населения упали ровно в два раза. В стране царили анархия, беспорядки, погромы, самосуды и селуха, в общем. В деревнях земля была давно взята и поделена. Догорали помещичьи усадьбы, дорезали племенной скот, доламывали инвентари. Шло массовое закрытие промышленных предприятий, на улицы выбрасывали сотни тысяч голодных людей. Обычными являются мифы о будто бы свободном демократическом пути, по которому пошла бы Россия после февраля. Но, когда современные историки ругают большевиков за октябрь, они почему-то всё время забывают описать ситуацию, сложившуюся в стране после февраля. На самом же деле, в период от февраля до октября страна быстро разваливалась. Во-первых, временно правительство отказалось от мобилизационной национализации ключевых отраслей промышленности, предпринимавшейся в какой-то степени даже царским правительством, и пошло по пути укрепления фаворитиизма. Это было бы условлено сотрудничеством правительственных группировок с буржуазными организациями, наделёнными функциями учёта и распределения продукции и сырья, На требования социал-демократов о подчинении промышленности интересам государства либерал-демократы ответили, что новое правительство, подобно старому, принципиально не приемлет государственное регулирование промышленности как меру слишком социалистическую. Далее, неспособность временного правительства править проявилась в том, что уже через месяц после начала его деятельности оно сумело почти полностью разрушить хозяйственную жизнь страны. Только за апрель 17-го года продукция металлургической промышленности в таком населённом пункте, как Москва, уменьшилась на 32%. В Петрограде падение достигло аж 40%. К июню добыча каменного угля в Донбассе упала на 30%. Ткани производилось только четверть от 1913-го года. Временные убеждали, что справедливая разверстка ткани потребует от государства 50 миллионов рублей. Изыщем их, и всё будет решено. Вот так на похер представляли себе сложившуюся финансо-экономическую ситуацию заместитель министра продовольствия, фиг знает, кем он был в тот момент, который больше заботился о престиже собственного ведомства, видимо, и себя, чем о том, чтобы осознать кризисность положения. Антон Иванович Деникин — это, если что, был русский военачальник, генерал-лейтенант, публицист, политический и общественный деятель, писатель, меморист, военный документалист и просто мудак. Так вот, он молвил, что министр путей сообщения временного правительства Николай Виссарионович Некрасов решил ввести на место старых лозунгов принуждений и страха новые начала демократической организации путем выборности и тому подобного, в общем, во всех отраслях железнодорожного дела. О последствиях этого решения 17 июля 2017 года докладывал начальник штаба военных сообщений главного управления генерального штаба. Владимир Ильич по этому же поводу писал в конце сентября 17 года. «России грозит неминуемая катастрофа, железнодорожный транспорт расстроен неимоверно и расстраивается все больше, железные дороги встанут». И железные дороги действительно почти встали, перевозка зерна сократилась вдвое по сравнению с периодом 13-16-х годов. В ответ на это, Временное правительство приняло классически бюрократическое решение, вело так называемые грузовые недели, во время которых запрещалось пассажирское движение. «Действительно, а нахера вам куда-то ездить? Вам жрать-то нечего, еще ездить куда-то? Ага, сейчас». Большевики же в лице Ленина требовали народу сказать правду. «Давайте же лучше говорить правду». В республиканской России хотят реакционно-бюрократически регулировать экономическую жизнь. К июлю Временное правительство снизило объем заготовок хлеба для нужд городов и армии до 26%, а к августу до 10% от того уровня, который обеспечивал нормальное оснабжение армии и городов. Перед октябрем министр продовольствия Сергей Николаевич Прокопович на заседании правительства, приукрашивая истинное положение дел, заявил, что снабжать он может только 6 миллионов человек, тогда как на довольствии находятся 12 миллионов. Замечательное заявление. Сокращалось продовольственное снабжение армии. В Петрограде запаса хлеба без дополнительного подвоза хватило бы на 10 дней. Это в столице. Лицам, не занятым физическим трудом, выдавали по полфунта хлеба на день. Фунт — это 400 грамм, полфунта — это 200 грамм. Вот фотка. Здесь 100 грамм хлеба. Давайте её ещё раз ставлю, вот вам 200 грамм. А к октябрю хлебозаготовки ещё более снизились. Ставлю одну фотку. Вот. Чё ещё просиренили? О! Сердце денежной системы России под руководством Временного правительства в один момент такое сказала. Извините, что я без стука. И на страну нависла угроза финансового краха. Деньги полностью обесценивались. Страна переходила к натуральному товарообмену. Да, прикиньте, это произошло не при кровавых большевиках, а при пушистой и белой демократии. Временное правительство сразу же объявило об охране банковской и коммерческой тайн. Последовательно снимались все недемократические ограничения рынка. Так оно полностью прекратило предпринимавшиеся царским правительством попытки, направленные на ограничение спекуляции. Те, кто немного стекет в экономике, уже понимают, к чему я веду. Это привело к еще более резкому росту инфляции, которая удовлетворяла уже не столько интересы государства, ведущего войну, сколько спекулятивные требования буржуазии. О, она в тот момент стала интенсивно вывозить деньги в разные заграницы. Причем, как это позже обзовут, бегство капиталов. Служило для банков предметом валютных спекуляций. После переворота курс рубля упал, ну, всего-то в 10 раз, поскольку за первую половину 2017 года временное правительство напечатало 4 миллиарда рублев, против полтора миллиарда рублев, напечатанных царским правительством за весь 2016 год. Например, только с июля по сентябрь 2017 года курс упал с 226 рублей 5 копеек за 10 фунтов стерлингов, для сравнения просто возьму, до 30202 рублей 5 копеек. Государственный долг начала 2018 года составлял 33 миллиарда рублей. А уже к концу правления временных 60. После взятия зимнего Совет Министров Временного Правительства, состоявший из неарестованных товарищей, заместителей министров, принял решение об увеличении эмиссионного права Госбанка на 1 миллиард рублев. Оно было принято в рамках предыдущего решения Временного Правительства о принципиальной возможности увеличить эмиссионное право Госбанка на 25 миллиардов рублей. Рублеев, да, пойдет. 6 октября повышение было санкционировано всего на 16,5 миллиардов рублев. И эта квота к 23 октября была почти использована. Оставалось выпустить денег на 1 миллиард рублев. Это и было разрешено в ноябре, несмотря на то, что у власти уже находились большевики. Обещание Временного Правительства облегчить для народа бремя налогов более справедливым распределением их не выполнялось. Повышение уровня налогообложения капиталистов всячески оттягивалось. А введение в действия принятых 12 июля 2017 года под угрозой народного выступления трех налоговых законов, о единовременном налоге на доходы, о повышении ставок обложения по подоходному налогу и налоги на сверхприбыль под давлением буржуазных кругов было приостановлено. Кстати, введенный в июле 2017 года прогрессивный подоходный налог буржуазия саботировала. В этом отчетливо проявились политическая незрелость и недальновидность российских капиталистов. Предприятия практически прекратили налоговые платежи. Отдельные представители буржуазии готовы были временно пожертвовать даже большей частью доходов. Но основная масса отнеслась к поддержке своей власти пренебрежительно. Временные сволочи вынуждены были увеличивать косвенные налоги, ахсцизы. В августе удвоились хлебные цены, что по замыслу должно было стимулировать хлебозаготовки и умерить предпринимательский пыл спекулянтов. И спекулянты, кулаки, ожидали следующего повышения цен. После этого действия, ну, как вы думаете, что население предприняло? Правильно, перестало платить налоги вообще. Правительство тупо не могло их собрать. Необходимые для работы государственные машины налоги, ну, не собирались. Никак. За первые месяцы революции к июню выручка от налога на землю упала на треть. Количество налогов, собранных в городе, снизилось на 42%, а это в половину почти. А деревню вообще никто не считал. Реальный уровень жизни с марта по сентябрь снизился, ну, вдвое где-то. Чисты утверждения, что именно большевики развалили армию. Но давайте послушаем незаинтересованное лицо, вы его уже знаете. 16 июля 17 года Антон Иванович Деникин заявил в присутствии на тот момент министра-председателя Временного правительства Александра Федоровича Керенского. Следующее. Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие. Развалило армию военное законодательство последних месяцев. Именно в кавычках героями февраля была разгромлена система министерств. Уволены и частью посажены в тюрьму у министра и их заместителей. Началась перетасовка министерских коллегий. Чистка аппаратов. Новыми министрами были назначены странные люди, не имеющие реального опыта управления государством. Ситуация очень была похожа на Германию после Первой мировой. Ей тоже, вплоть до Гитлера, управляли какие-то непонятные люди, совершенно не следующие управления. Временным правительством было бездарно провалено летнее наступление на фронте, для которого в 16-м году были созданы, ну вот вообще все необходимые резервы вооружений. Росло дезертирство. На 1 сентября 17-го года из армии дезертировало 1 миллион 865 тысяч человек. Для сопоставления в Первую мировую войну во французской армии было расстреляно 600 дезертиров, в британской 346, в немецкой 48. Всего в британской армии в дезертирстве и других нарушениях дисциплины обвинили 7361 человека. То есть огромная несопоставимая часть российской армии попросту бежала еще до октября. Численность российской армии в Первую мировую войну 15 миллионов 500 тысяч. То есть нехитрой математикой 12%. Это блин, каждый десятый бежал. В тылу начался грабеж уходящими с фронта дезертирами товарных поездов с продовольствием, идущими в армию. Получено распоряжение армискома отправить в тыл вооруженный конвой для сопровождения поездов. Распад фронта произошел не при большевиках, господа, а при Временном правительстве. После взятия власти большевиками фронт был просто ликвидирован на бумаге. На деле на фронте уже в тот момент оставалось мало боеспособных частей. Кстати, напомню, что Ильич призывал к поражению не только собственной армии, а к поражению всех воюющих армий. Это две большие разницы. Новые власти уничтожили не только армию, но еще и полицию и вдовесок жандармирию, что привело, не поверите, к всплеску преступности. Страну, лишенную силовых структур, тут же захлестнула не только волна преступности, но еще и, как бы это назвать, парад суверенитетов. Империя стала быстро распадаться еще при Временных. 4 марта в Киеве представители местных политических партий образуют Центральную Раду, провозгласившую себя властью на Украине. Вместо того, чтобы сразу расстрелять нахер всех ее членов, Временное правительство начало туманно обещать автономию. И уже 10 июня Рада провозгласила независимость, а 16 марта толпа в Киеве снесла памятник Столыпину. Отмечу, что именно украинское самостийное правительство под руководством историка Михаила Сергеевича Грушевского, вы гляньте, борода как у меня, а мозгов ноль, почти за месяц до подписания большевиками Брестского мира с немцами заключил с Германией сепаратный мирный договор. Вот тогда-то на Украине и появились немецкие войска. 18 июля Временное правительство распустило Сэйм Финляндии, прозгласившую ее независимость. Но, конечно, не могло восстановить контроль над всей автономией. И Сэйм просто послал их нахер, он не распустился. Любимец нынешней демократической интеллигенции генерал Петр Николаевич Краснов организовал до 1 октября 1917 года про разглашение Юго-Восточного Союза, включавшего Кавказ, Кубань, Дон, Астрахань. Ребята, это еще до прихода ко власти большевиков. А, кстати, кину исторический прикол вам, во. Генерал Краснов воевал за белых, а генерал Белов за красных. Ну, вот. Возвращаемся к вот этому вот. Ну, то есть вы понимаете, что этот вот парад суверенитета включал таким образом даже, ну, чисто русские области. Но дело тут не просто в демократичности или мягкотелости. Временного правительства совсем нет. Его постоянно меняющиеся члены вовсе не хотели развала России. Иначе на ком бы было паразитировать проживающие в Петрограде элите? Интереса которой они представляли, а? Но навести порядок уже было просто невозможно, так как не было уже ни правоохранительных органов, ни армии. Даже если бы власть, например, и решила создать приказ расстрелять Центральную Раду в июне, то выполнить его было бы просто некому. Развал государственного управления был предопределен не только ошибкой новой власти в распуске полиции и жандармерии, а и тем, что эти органы могли либо подчиняться самодержавному царю, либо никому, так как их состав посягал на верность царю, не поверите, а не какой-то кучке лиц, сидящих в зимнем и играющих в игру правительства. Кроме того, выполнение правоохранительными органами своих обязанностей, ну, например, попытка ареста той же самой Центральной Рады, была наказуемой. Они знали об этом по опыту растерзанных в Питере городовых. Россию дестабилизировало само по себе бездействие Николая II по отношению к бунту и его последующее отречение. Заговорщики надеялись, что уже летом 17-го года война закончится победой. Все лавры, которые, конечно, достанутся им. Я вам, наверное, уже не раз показал этого человека. Или не показал, ну, фиг с ним. Это просто-напросто первый председатель временного правительства Георгий Евгеньевич Львов. Ничего про него хорошего сказать не могу. А когда я крою матом неразумных управленцев, вы не любите, поэтому для разнообразия промолчу. Все, хватит. Но если контроль над городами России теоретически можно было бы восстановить, собрав после войны остатки армии, то утеря временным правительством контроля над российским селом носила бесповоротный характер. Потому что невозможно было победить 85% вооруженного населения. Крестьян. Уже весной 17-го года наладили стихийные переделы помещичьих усадеб, что ускорило поток дезертиров из армии. Потому что никто не хотел оставаться без своей доли. Особым нападением подвергались раскольники. Крестьяне, воспользовавшиеся реформой Столыпина для выделения из общины. В первый же месяц революции число крестьянских выступлений составило 1 пятую от числа за 16-й год. За апрель их число выросло в 7,5 раз. По данным Временного правительства, к июню 17-го года в центральных губерниях не осталось ни одной несожженной или разграбленной помещичьей усадьбы. То есть, передел земли де-факто произошел уже к середине 17-го. Правительство потребовало от комиссаров наведение порядка силой, а те в ответ телеграфировали, что это невозможно. Армия участвовать в усмирении отказалась, а милиция даже способствовала выступлениям крестьян. К концу апреля крестьянские волнения охватили 42 из 49 губерний Европейской части России. Страна катилась к неминуемому развалу, на удельный княшество, формальные правительства которых не имели бы реальной власти даже на своей территории. А реально ситуацию на местах контролировали бы банды, каждая из которых хозяйничала бы в одном или нескольких селах и жила бы на сборы с крестьян, ведущих натуральное хозяйство. Между прочим, продотряды для экспроприации излишков у крестьян тоже были изобретением временного правительства, а вовсе не большевиков. Почему-то считается, что февральская революция произошла потому, что царизм уже не справился с ситуацией в стране. Но тот же Деникин, например, пишет следующее. «Революция февральская была неизбежна. Революция явилась результатом недовольства старой властью решительно всех слоев населения». Подобные оценки опять-таки со стороны не большевиков, а их противников, подчеркиваю, можно продолжить. «Религиозный, политический, философ, социолог, представитель русского, экзистенциализма и персонализма» Николай Александрович Бердяев пишет следующее. «К 1917 году в атмосфере неудачной войны все созрело для революции. Старый режим сгнил и не имел приличных защитников». Монархист и один из организаторов Белого движения, Василий Витальевич Шульгин, пишет следующее. «Они, революционеры, не были готовы, но она, революция, была готова». Сдается мне, что все они самую малость лукавят или выдают сделанное ими за необходимое. Ведь временное правительство, созданное теми самыми критиками царского режима и знатоками, как надо делать правильно, по сути, меньше чем за полгода почти полностью развалило нафиг страну. Итак, именно февральская революция ввергла Россию в хаос, разруху, жоп-жопну, хель и другие эквиваленты. И большевики этому не способствовали. Более того, их влияние можно было бы легко пресечь, если бы было кому, если бы был план, что делать. Но в том-то и дело, что не было того, кто мог бы их пресечь. И главное, не было плана. А вот у Ильича был. Многие считают, что именно большевики ввергли страну в катастрофу. На самом же деле, они страну оттуда, наоборот, вытащили. Тот же Бердеев писал, «России грозила полная анархия, анархический распад. Он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласится подчиниться». Гениальность Владимира Ильича Ленина в предотвращении российского Рагнарёка состояла в том, что он уже в апреле 17-го года понял суть происходящего и указал на возможный выход из катастрофы. И, как оказалось впоследствии, на этом пути действительно удалось восстановить разрушенную Россию. Выдвинутые им апрельские тезисы указывали на выход из тупика, принятые за тем народом. За тезисы вначале проголосовало всего два человека из руководства большевиков. Настолько они были необычны для марсистов. А чё там необычного? Чтобы понять суть предложенного Лениным пути, надо проанализировать общеизвестные лозунги Октябрьской революции. Землю крестьянам, фабрики рабочим, власть советам, мир народам, а также ленинское требование национализации банков с учётом разразившейся в России катастрофы. Начну с лозунга «Земля крестьянам». Он вырос из отрицания крестьянами того, что тогда называлось частной собственностью на землю, а на деле отрицание ими частого присвоения земельной ренты паразитами и помещиками. За этим лозунгом стояло требование основной массы русского крестьянства о социализации земли, объявлении земли общенародной собственностью, без частного права её продажи, аренды, ну и других финансовых действий с нею. Земля поступала в вечное, безвозмездное, уравнительное по едокам пользование крестьянства. Основным экономическим содержанием этого требования была ликвидация паразитических слоёв в деревне, помещиков, на содержание которых фактически затрачивалось 15-20% всех ресурсов русской деревни через арендную плату. А ещё ликвидация кулаков, конечно! Деревенских растащиков, мироедов, мельников, лавочников и кабатчиков, которые на доходы от несельскохозяйственной деятельности скупали землю, а потом либо ввели на ней крупнотоварное хозяйство с наёмными работниками, это в лучшем случае, либо сдавали участки в аренду безземельным крестьянам на кабальных условиях, получая ренту за собственность. Да, и теперь в ваших глазах кулаки выглядят не жертвами кровавых большевиков, а мудаками стандартными. Уже никакое правительство не могло противиться всеобщему крестьянскому требованию раздела земли. Напротив, попытки противодействовать ему вели к бунтам и всё равно были бесполезными. В этих условиях выход был только один — кинуть кость, пойти навстречу требованиям крестьянства, чтобы сделать возможным замирение села. На фоне крестьянской войны потеря крупных хозяйств с развитой агротехникой была, ну, в общем, мелочью. И к тому же их всё равно было нельзя спасти, потому что стихийный передел состоялся де-факто. Приписывать большевикам организацию революционной стихии тоже нифига неправильно. Как я сказал выше, массовые расправы крестьян с помещиками начались не в октябре, а сразу же после февраля. И продолжались как постоянный социальный фон деятельности временного правительства. Вообще большевики придумали, ну, существенно меньше, чем им принято приписывать. Несомненно, что большевики сделали всё возможное, чтобы взять эту стихию под свой контроль. Бесспорно также, что они, Ильич точно за него и оспокоен, отчётливо понимали, с какой стихией им придётся и приходится иметь дело. Живите с такими формулировками. В одном тексте Ленина, относящегося к лету 17-го года, есть такой диалог с оппонентом. Цитирую недословно, я его не нашёл в оригинале. «Вы, — говорит Ильич, — утверждаете, что мы, большевики, в сто раз радикальнее народа. Это глубочайшее заблуждение. Народ в тысячу раз радикальнее вас, меньшевиков, и в сто раз радикальнее нас». Во время гражданской войны нормальный товарообмен в стране прекратился из-за обесценивания денег, кризиса промышленности и развала логистических цепочек. Крестьяне с их полунатуральным хозяйством вообще не видели надобности ни в городе, ни в правительстве. Но если крестьянин в большинстве своём в горожанине не нуждался, то горожанин прожить без крестьянина не мог. Объяснить же доступно и справедливо, что труд горожанина обеспечивает выживание и развитие русской земли, в те годы не умели, да и не хотели. В принципе, ну, нормально описаны требования крестьян того времени в «Белой гвардии» с авторством, но и не слишком любимого Михаила Афанасьевича Булгакова. «Вся земля, мужикам, каждому по сто десятин, чтобы никаких помещиков и духу не было. И чтобы на каждые эти сто десятин верная гербовая бумага с печатью во владение вечное. Чтобы никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим. Что сами не съедим, закопаем в землю. Чтобы из города привозили керосин». Все это привело к расколу страны на город, нуждавшийся в хлебе, и деревню, не дававшую городу хлеб. К этому расколу добавилась взаимная ненависть несов и верхов и в городе, и в сельской местности. Другой писатель тоже такой себе, но в принципе... Иван Алексеевич Бунин в своих окаянных днях вспоминал, как однажды «Встретил на поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал «Деспот, сукин сын!» Суд действий большевиков под давлением хаоса, вызванного в том числе действиями крестьянства и восстановления государственности. Коль уж речь зашла о противодействии крестьян даже большевикам, есть смысл коснуться пресловутой «продраздверстки». Сложное слово, конечно, да. «Продраздверстка» Совершенно понятно, что если бы у крестьян не изымали хлеб, то население городов помирало бы к черту от голода. Вопрос состоял в том, как у села можно бы, ну вот, извлечь этот хлеб. Замечу, что и сама по себе «продраздверстка», вызвавшая такое сопротивление крестьянству, вполне здравая идея и в чем-то более справедливая, чем «продналог». Обычно представляют так, «продналог» оставлял крестьянину стимул трудиться, забиралась фиксированная доля его урожая, а «продраздверстка» нет, потому что она изымала все, кроме минимума, необходимого для прокорма семьи, изымая порой и этот минимум. Однако, суть «продраздверстки» изначально в том, чтобы составить план сбора хлеба для государственных нужд и разделить, разверстать его по регионам, по губерниям, в зависимости от климатических, почвенных, демократии... Тьфу ты, блин, демографических и прочих особенностей так, чтобы он был одинаково посилен для губерний. После этого внутри губерний задание по этому плану должно было делиться из тех же соображений по уездам, властям и так далее, вплоть до дворов. Решение о «продраздверстке» было принято еще царским правительством в 16-м году, если что. Идея была подхвачена Временным правительством, но они не могли ее реализовать из-за развала государственной власти, а большевики сумели предтворить в жизнь замысел предшественников, замысел царя, ну, его правительства. Планы «продраздверстки» всегда были вполне посильными для крестьян, а вовсе не были рассчитаны на то, чтобы оставить их на голодном пайке. Но почему же тогда «продраздверстка» дошла до нас, как пример невиданного насилия над крестьянством? Объяснение в способе реализации замысла на местах. Одно дело, когда план сборов разверствует по селам и усадьбам в мирное время старый компетентный чиновник, который знает ситуацию на местах, и которому жить и жить еще в этом уезде и встречаться с крестьянами, а также отвечать перед своим начальством за возможные беспорядки и недовольства. А на следующем уровне сами села делят планы сборов между дворами так, чтобы это было одинаково, посильно для всех. Но это мир розовых единорогов с работающей демократией. Совсем другое дело, когда старые госаппараты, правоохранительные органы давно разогнаны, и сбором хлеба занимается продотряд под командованием какого-нибудь латыша или еврея. Это не национализм, с моей стороны, это статистика, которые никогда не видели русской деревни. К тому же отряд сформирован из городских рабочих, которым хочется поскорее вернуться в город. Зачем кропотливо разбираться, кто и сколько может дать? Зачем заранее распределять по крестьянским дворам планы сбора? Нет, тут думать надо. Зачем? Если проще ворваться в первое попавшееся хозяйство и выгрести оттуда сколько получится. Для регулирования и изъятия хлеба в подобных случаях и вводились нормы минимума, которые надо оставить крестьянину. Иначе продотряды намного чаще оставляли бы крестьянские семьи совсем без хлеба. В этой ситуации выигрывает тот крестьянин, кто сумел свой хлеб припрятать. Но все же оставить в амбаре, ну, чуть-чуть, чтобы это выглядело, ну, правдоподобно. Сами лидеры большевиков Ильич не понимали, почему продоразвертка встречала такое сопротивление. Беседуя с Бертраном, Артуром, Уильямом, Расселом, британским философом, логиком и математиком в годы гражданской войны, Ильич заметил, что фискальное давление на крестьян при советской власти ниже, чем до этого при царизме. Большевики забирали у крестьян меньше хлеба, чем царский режим. После этого Ленин проговорил, размышляя вслух, «И все-таки они нас не любят». Можно уверенно сказать, что тогдашние крестьяне не любили бы любой режим, собирающий их в кавычки «беру хлеб». Но среди всех политических сил большевики вызвали наименьшее сопротивление крестьянства, и поэтому смогли его перебороть. Быть может, и сдержки на местах у большевистских предотрядов были меньше, чем у белых. Вот что пишет в русском журнале Олег Тумавич Витте. В текстах, относящихся к концу гражданской войны, Ленин анализирует позицию крестьянства на протяжении гражданской войны и констатирует две, а на Украине даже три, большие волны колебаний крестьянства. Первый этап. Крестьяне в массовом порядке поддерживают большевиков и обеспечивают так называемое «триумфальное шествие советской власти». Второй этап. Крестьяне, столкнувшись с реальной властью большевиков, проявляют недовольство и опять-таки в массовом порядке переходят на сторону белых, чем обеспечивают установление контроля последних над большей частью территории России. Третий этап. Испытав на себе порядки при белых и сопоставив их с порядками при красных, крестьяне выбирают меньшее из двух зол, и тем обеспечивают окончательную победу большевиков. А на Украине случилось так, что крестьяне успели во второй раз разочароваться в большевиках, в связи с чем Ленин настоятельно рекомендует товарищам по партии вести себя по отношению к украинским крестьянам более лояльно. Многие скажут, что большевики выдвинули лозунг «Землю крестьянам», чтобы захватить власть. На самом же деле правильнее будет так. Ни одна партия, которая противилась бы уравнительному землепользованию, власть бы не удержала. К тому времени это показал опыт мексиканской внезапной революции, в которой все силы, противившиеся радикальному требованию крестьян, были за 10 лет к черту перебиты. Причем с намного большими потерями для страны, чем в российском случае. Опыт Мексики показал и невозможность... Опыт Мексики показал и невозможность даже компромисса в земельном вопросе. Либеральные правительства помещиков и буржуазии, готовые в принципе делиться с землей с крестьянами, ствергались теми, кто не хотел ничего менять. Гениальность Ильича состояла в том, что он не только понял невозможность противодействия чаяниям крестьян после состоявшегося выхода из-под их контроля, но и в отличие от эсеров он нашел путь развития всей страны, который сочетался бы с выполнением крестьянских чаяний, а вернее временной уступкой их чаяниям. Следующий лозунг. Собственно, на лозунге фабрики рабочим можно было бы и не останавливаться после предшествующего разбора, если бы не одна деталь. Малевосенькая такая. Рабочие были более дисциплинированы и легче поддавались управлению, и не начали стихийных переделов своих фабрик, потому что фабрику не разделишь по участкам. Это только в 90-х годах стали приватизировать советские заводы по отдельным цехам. В отличие от лозунга с переделом земли, лозунг фабрики рабочим не был программой немедленных действий большевиков. Всем известно, что первыми законодательными актами новой власти стали декрет о мире и декрет о земле, выполнявшие два из четырех лозунгов большевиков. Декрет о власти советов принимать не было бы смысла, потому что власть и так пришла к тем советам, которые контролировались большевиками. Советы с неугодным составом попросту разгонялись. Возникает вопрос, а если был декрет о земле, то почему не было декрета о фабриках? Да просто потому, что лозунг этот указывал на далекую перспективу построения социализма. А тогда национализировать промышленность большевики не собирались. Был прикол, куда быстрее ввели национализацию промышленности, например, прозападные марксисты, пришедшие к власти в Грузии и поддержаны Антантой. Как-нибудь потом про них вам расскажу, там весело. Волна национализации пошла уже в 1918 году, в основном под давлением снизу, когда капиталисты стали разворовывать свои же заводы. Ситуация знакомая по 90-м. И сами рабочие брали фабрики под контроль и обращались к советскому правительству с требованием национализировать их. Толчком к массовой национализации стала и попытка капиталистов продать за бесценок свои заводы немцам. По Брест-Литовскому договору Россия обязывалась компенсировать все немецкие инвестиции с золотом. И для немцев массовая скупка русских заводов приобретала смысл. Были в ходе национализации интересные находки. Требования национализации банков, которое было выдвинуто Лениным еще в апрельских тезисах, действительно было программным. Как потом оказалось, оно позволило пресечь один из путей оттока капитала и уйти от децентрализованной эмиссии кредитных денег. Помним, что такое эмиссия, да? Весь ноябрь частные банки пытались создать собственный эмиссионный центр, независимый от госбанка, которым уже владели большевики. Он стал бы выпускать чеки на предъявителя, обеспеченные банковскими ценностями и солидарной ответственностью банков. Это могло бы привести к полному коллапсу денежного обращения. Вооруженный захват частных банков был проведен большевиками по всем правилам регуляционной тактики. К 10 часам утра 14 декабря 1917 года рядом с конторами всех частных банков Петрограда были сосредоточены вооруженные отряды Красной Армии. Она тогда еще называлась Красной Гвардии. Через 15 минут они вошли одновременно во все банки. Их правления были вынуждены работать под вооруженным контролем. Декрет о национализации банков был принят в тот же день вечером. Однако национализация банков была завершена только к середине 20-х годов. То есть фактически именно к началу функционирования экономики в мирных условиях. На баланс Народного банка за это время поступило 12 миллиардов 700 миллионов рублей банковских ценностей. Естественно, лишь незначительную часть их составляли деньги. Денежная касса частных банков, перешедшая в распоряжение советской власти, вряд ли было больше, ну где-то 250 миллионов рублей. Вторым важнейшим пунктом финансовой программы большевиков была отмена коммерческой тайны и полный контроль над доходами частных лиц. Указывая на необходимость отмены коммерческой тайны, Владимир Ленин писал, «Только она развернула бы народную инициативу контроля через союзы служащих, через союзы рабочих, через все политические партии. Только она сделала бы контроль серьезным и демократическим». Че там дальше? Лозунг «Мир народам» точно так же происходил и с общенародного требования выхода России из войны, как и два предыдущих лозунга. Совершенно ясно, что Лич оказался прозорливее всех своих оппонентов в 2014 году. Вопрос о том, нужна ли была России эта война. С точки зрения участвовавших в войне народов, ленинское требование прекращения войны было справедливым. Все участники больше потеряли, чем приобрели. Ленинский лозунг «Поражение собственного правительства в войне» был, с точки зрения интересов России, неверен вплоть до февраля. Но до февраля большевиков никто не слушал. Что же касается 1917 года, то уже к концу весны в результате революции российская армия разложилась. И вовсе не из-за пропаганды большевиков. И лозунг «Мир народам» означал возможный для России путь сепаратных переговоров с Германией, чтобы добиться каких-то условий мира. Те, кто ругают большевиков за тяжелые условия Брестского мира, почему-то никогда не задумываются о том, а была ли возможность держать фронт и далее в условиях отсутствия боеспособной армии. Впрочем, как и забывают о том, что после скорого поражения Германии, условия Брестского мира отпали сами собой. Прикиньте, да? Наконец, смысл отказа парламентаризма в лозунге «Власть с советом» состоял он в том, чтобы исключить из политического процесса компраторскую элиту и создать такую систему власти, которой бы подчинялось большинству населения. Почему-то, вот по какой-то причине, в наши дни многие не избавились от иллюзий относительно функционирования парламентарского механизма. Но так уж получается, особенно в неспокойное время, что выборная власть становится независимой от тех, кто ее избрал. За тот период, пока над ничего не решавшей думой стоял царь и ее делегаты последовательно отстаивали в своих речах идеологию своей партии, у многих сложило впечатление, будто и при парламентской республике будет ровно так же. Поэтому достаточно просто проголосовать за... ну, по спискам партии за ту, за которую хочешь. И депутаты победившей партии проведут свою программу, которая, согласно результатам выборов, совпадает с волей народа. Опять мир розовых единорогов. На самом деле, избрание депутата делает его независимым от избирателей, на весь срок до новых выборов. А за эти несколько лет депутат входит в элиту, проникает с ее интересами и слушает ей. Я не хочу сказать, что это плохо, я не хочу сказать, что это хорошо. Я просто говорю, что это так. Уж не говоря о том, что в условиях парламентской демократии всех бы переболтали говорливые милюковые и керенские. Тогдашний механизм формирования советов делал такое просто невозможным. Депутат от рабочих самой малюсенькой фабрики все время был среди них, и рабочие отказать могли ему в доверии на каждом очередном собрании, если депутат не казался лучшим из возможных. Этот же механизм действовал и по цепочке вверх. Но, что интересно, поскольку это были советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, то в ходе выборов исключались все слои, которые могли бы продавливать волю элиты. Конечно, представители разных партий от элиты могли прийти на собрание совета. Но толку-то что с того? Этой инициативой большевики обеспечили себе, во-первых, поддержку рабочих, солдат и крестьян, а во-вторых, обеспечили самодеятельное участие населения, восстановление органов управления на местах, куда у ЦК просто руки не доходили. Даже идея рабочего контроля не была изобретением большевиков. Против участия рабочих в государственном контроле кадеты ничего не имеют. Это отмечал Ленин. Кадеты — это конституционные демократы. Рабочий контроль — действительное средство борьбы с разрухой. И там, где удавалось его проводить, положение действительно улучшалось, говорил на съезде Владимир Павлович Милютин. Предоктябрьской революции в стране неустойчиво действовала карточная система. Временное правительство ее так и не признало. Большевики предлагали ее не отменять, а напротив, развить и дополнить совершенство. Была поставлена конкретная задача. Каждый гражданин должен входить в потребительский кооператив. Целью обсоюзивания, так сказать, является установление полнейшей, строжайшей и подробнейшей отчетности, а главное — соединение операций по закупке сырья, по сбыту изделий, по сбережению народных средств и сил. Эффективность народовластия была очень велика. Так решением Советов ввели патрулирование улиц дружинами из рабочих, что мгновенно снизило преступность. При этом все фабрики были обязаны прислать каждого десятого. Замечу, кстати, если местный Совет принимал решение посылать на охрану правопорядка этих каждого десятого рабочего, то он же и имел возможность рекрутировать этого каждого десятого, ибо формировался из представителей Советов на самих фабриках. Это принципиально отличало Советы от собраний обычных депутатов, которые уже тогда были скопищем безответственных болтунов, не способных ни принять конкретное решение, ни тем более воплотить его в жизнь. Народ увидел, что большевики это понимают, что они понимают ненужность войны для России, что они против зажравшейся на войне буржуазии, и именно поэтому массово пошел в большевистскую партию. Кто-то может сказать, что такое исключение элиты из политического процесса лишало целые слои возможности выражать свои интересы и закрывало путь к диалогу. Поэтому старая элита и пошла на развязывание гражданской войны. Разгон учредительного собрания называют поворотным моментом, после которого часть политических сил уже не могла идти на диалог с большевиками, забывая, что добровольческая армия Корнилова на юге начала формироваться еще в ноябре, то есть за два месяца до разгона учредительного собрания. Представляется, что в этой точке зрения игнорируется тот факт, что одна только национализация банков, неизбежная для спасения России, уже была абсолютно неприемлема для элиты. Поэтому дальнейших компромиссов она бы не искала. Элите все было мало, и даже минимальные ограничения ее паразитизма со стороны царя она не потерпела и решила его свергнуть. Что уж говорить о большевиках. Опять-таки опыт Мексики показал, когда беспорядки уже начались, сдерживать самые радикальные требования со стороны подавляющего большинства населения, крестьян, было уже бесполезно. В условиях всесжигающей гражданской войны власти в Мехико сменялись одна за другой, пока, наконец, вся прежняя элита не была изгнана или перебита. И пока все требования крестьянства не были выполнены. Большевики начали с выполнения чаяния крестьянства и отстранения элиты. И если бы последняя не понадеялась на помощь Запада, то уступила бы сразу. И тогда бы вместо белого движения большевикам осталось бы усмирить несколько локальных мятежей. Хотя и в этом им бы потребовалась предельная жесткость, так как только жесткая диктатура могла остановить падение страны в задницу в виде гражданской войны. Думаете, благодаря чему транспорт не встал после прихода ко власти большевиков? Не поверите, благодаря возврату к методам царизма. Опять-таки, Деникин вспоминал. В 1919 году в правде был опубликован приказ Народного комиссара путей сообщения Красина, похоронивший окончательно некрасовские упражнения в области самоуправления. Цитата в цитате. Существующая система железнодорожного управления привела транспорт к полному развалу. Всем завоеванием революции грозит опасность уничтожения. На место коллегиального об действительности безответственного управления вводятся принципы единоличного управления и повышения ответственности. Все от стрелочника до члена коллегии должны точно и беспрекословно исполнять все мои предписания. Реформы приостановить и всюду, где только можно. Восстановить старые должности и старый технический персонал в центральном управлении и на линиях. Итак, чё в итоге-то? Неосторожное вступление в войну с царской Россией и разразившаяся Первая мировая война дала разложившейся элите возможность совершить переворот, чтобы избавиться от мешавшего ей царизма. Но февральский переворот спровоцировал крах российской государственности и погружение страны в хель. В России сложилась обстановка всеобщего бунта, бессмысленного и беспощадного. Февральская власть не была способна восстановить государственность, а к октябрю 17-го года она уже ничего не решала и никем не управляла. Даже Матюсо Лженицын не скрывает свое отвращение к февральской революции. Он пишет в Красном Колесе. Она, революция, была духовно омерзительна. Она с первых часов ввела и озлобление нравов, и коллективную диктатуру под независимым мнением стада. Идеи ее были плоски, а руководители ничтожны. Наиболее быстрый в тех условиях путь восстановления российской государственности предложили и осуществили большевики. Их победа указывает, что любая другая сила не могла бы восстановить государственность или сделала бы это еще с большими жертвами и намного медленнее. Важным фактором, способствовавшим их победе, была идеология, которая независимо от своей научной обоснованности, в отличие от конкурирующих идеологий, помогла достичь в народе относительного согласия. Итак, именно большевики начали единственно возможный в то время путь, как вытащить страну из пучины Хели и восстановить целостность России. Что ж получается на самом деле? Поскольку большевики единственные из политических партий выступили против вступления России в Первую мировую войну, то они оказались в изоляции, а лидерам пришлось покинуть страну или скрываться. Руководство ихнее вернулось из эмиграции в апреле на все готовое и не принимало никакого участия февральской революции, которая задала весь дальнейший ход событий. Поэтому пора прекратить смотреть на большевиков как на виновников страданий и жертв этого периода в стране. Они как раз-то не повинные. Однако надо отдать большевикам должное, придя ко власти в октябре 1917 года в разрушенной, разорванной нахер стране партия большевиков. 64-я по численности в 1917 году навела в стране порядок. Именно благодаря большевикам удалось избежать полного распада России в 1917 году. По сути-то большевистская партия восстановила старую Россию. А позже ко власти в стране придет Сталин и сделает из аграрной отсталой страны передовую индустриальную державу. Сотворится советское экономическое чудо, которое произошло только лишь благодаря Сталину. Но об этом как-нибудь в другой раз. А пока огромной вам удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok